Многодетным родителям новый автомобиль. Двум семьям из Ульяновской области вручили ключи от машин. Напомним, согласно региональному закону, на такую поддержку претендуют семьи, воспитывающие 10 и более детей. Торжественная церемония прошла на очередном заседании общественной комиссии по оказанию адресной помощи. Обладателями новой «Газели» стали многодетные родители из Старо-Кулаткинского района. Они воспитывают семь родных и столько же опекаемых детей. Домашние хлопоты не мешают им участвовать во всевозможных творческих и спортивных конкурсах. Вторые ключи получили супруги Басыровы. Вместе с родным ребенком они воспитывают еще 9 опекаемых ребят. Старшие уже сдают вступительные экзамены в ВУЗы, а младшему едва исполнилось 3 года. Автомобилей у нас в семье нет. Это первый будет наш долгожданный приз. Но мы нуждаемся, конечно. В автомобиле нам ездить надо. Иногда в Селушанке очень тяжело выехать. И всех не возьмешь, если мы даже соберемся. Съездим обязательно купаться. Мы так хотим на Волгу купаться. Съездить, отдохнуть. Кроме того, на заседании рассмотрели три обращения от жителей региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это просьбы о помощи в лечении тяжело больных детей. Так в семье Габдрахмановых долгожданный мальчик с первых лет жизни борется с серьезным недугом. Детский церебральный паралич сковывает движение маленького любознательного Камиля. Несколько курсов реабилитации за границей уже дали положительные результаты. Но на продолжение лечения в Польше семье не хватает еще 300 тысяч рублей. Ребенок у меня после очередной реабилитации начал делать первые шаги. Ходить. И вот мы ожидаем, что нам поставят правильную постановку ходьбы, скорректируют ее, и вот мы в итоге пойдем своими ножками в садик. Вот это мы очень хотим. И потом после хотим пойти в обычную школу с обычными детьми, так как у нас интеллект соответствует возрасту. Средства на реабилитацию выделят из областного бюджета. По итогам заседания комиссии всего на помощь больным детям направят более 2 миллионов рублей.